Это третья заключительная часть, и на этом я хочу завершить воспоминания о трагических событиях, прошедших 21 год тому назад. С тех пор я каждый год делаю программы памяти и буду продолжать. Для тысяч тот день был последним в жизни. Те события практически перевернули весь мир и по сей день отзываются на каждом из нас и на всем мировом социуме. По-моему, даже не вдаваясь в глубины конспирологии, практически все войны, происходящие с тех пор, так или иначе, базируются на опасной цифре 911. Что происходит там с нашими выборами в США и как мы пытаемся противостоять лжи. И в общем-то мы показали то, что мы не готовы к борьбе с большой лжи. Просто мы не готовы были. И я даже скажу, что специалисты в области информационных войн, кстати, говорят, что украинские IT-специалисты, они, кстати, очень круто продвинулись. Гораздо круче, чем любые другие страны мира. Поэтому сейчас очень много специалистов именно в противостоянии находятся в Украине. И тоже могу поквастаться, что у меня племянник, он как раз этим занимается. Я поэтому скажу, что сейчас мы все должны и быть откровенными. Перед собой в первую очередь. Перед собой в первую очередь. А насколько опасно сегодня говорить правду? Это же опасно. Слушай, это всегда опасно. Это всегда опасно. Но рано или поздно, ты знаешь, рано или поздно она вылазит. Это у меня даже папа так говорил. Кстати, у меня папа психологией занимался, санфилолог. И он говорит, что любое вранье... Усейн окошечка появилась там на диванчике. А кошечка всегда знает, где правда. Да, так что... Ты знаешь, я вот на таком позитиве закончу. Я просто верю, что рано или поздно... Я скажу так. Мы просто будем больше готовы. И будем больше эрудированы в плане следующей большой лжи. В общем, не дадим ей так быстро распространиться, как это было во многовековые исторические... Мы не можем поломать историю, но мы можем сделать выводы для того, чтобы искать правильный путь. Теперь посмотрите внимательно. Подожди. Посмотрите внимательно. У меня свет идет сверху. И Рома, он даже не знает. Посмотрите, как у него идет свет. Посмотрите, как идет этот свет сверху. Это значит, высшие силы нам помогут обязательно. И у Гриши голубое небо надеет. Это небольшая вставка. Значит, это луна. Это по-английски называется Harvest Moon. То есть это когда практически так светло ночью. И эту фотографию я сделал на океане где-то в 11.30 вечера. И еще закончу на интересной такой фразе. Это, если мне память не изменяет, сказал... Историк Российской империи, может быть, историк Ключевский был такой. И он сказал, что история нас ничему не учит, а только наказывает за невыученный урок. Может, не совсем точно, но смысл точно. Вот на этом я остановлюсь. Спасибо большое, Рома. Кусейн, пожалуйста. Да, я бы тоже хотел, конечно, быть оптимистом. Я хочу напомнить, что вот это вранье, это ложь, в которой Россия и весь мир погрязывают лжи. Она начала проявляться сейчас. Хотя вот с началом русско-чеченской войны 1994 года весь мир наблюдал, весь мир думал, что немножко думал по-другому. Сейчас уже, когда мир видит, что Россия напала на Украину, и Украина мужественно сопротивляется, хотя вначале были сомнения у мира, что Украина сможет противостоять такой огромной России. Сегодня, слава Всевышнему, произошло то, что ожидалось, мной лично ожидалось, да, победа вооруженных с Украиной. И ложь теперь начала проявляться. Сегодня мы видим, что разговор идет о Чеченской республике Чкерия. Идет разговор, там даже вывесили, по-моему, Организация Объединенного нации на сайте, кажется, вывесили договор о мире и взаимоотношениях, подписанных президентами Ельцина и Масхадовым 12 мая 1997 года. Это межгосударственный договор о мире между Россией и Чеченской республикой, который буквально через два года был нарушен Россией, который вероломно снова напал на нашу республику. Сегодня у меня просто, я не знаю, такое душевное состояние и такое предчувствие, что мир изменится именно благодаря Украине, именно благодаря, что Украина победит эту чуму, которая вот в свое время, да, там в 44-м, до 40-х годов... Она, может, не настолько конкретно победит, как она даст толпу. Ну, это имеет... Переформирование. Абсолютно. Победа, извиняюсь, Победа имеет разные... Значит, наши будут смотреть разные люди с разной подготовкой и психической разной подготовкой, образовательной разной подготовкой. Я хочу, чтобы люди понимали, что такое Победа. Значит, та Победа, которую основная масса людей себе представляет, как Победа, например, над... Да, да, в Кремле... И, как говорится, разрушенный Берлин или как разрушенная Москва. Это невозможно по той причине, что Россия владеет стратегическим ядерным... Такое количество, которое Россия имеет стратегических ядерных ресурсов, невозможно разрушить Москву. И даже об этом думать не надо. Должна быть моральная победа и освобождение территории Украины. Чтобы люди это понимали. Ну да, именно речь об этом. Я не призываю там украинские вооруженные силы захватить Кремль. Естественно, здесь речь идет о войне, нынешней войне на территории Украины, которую армия российская должна быть выкинута оттуда, безусловно. И это приведет уже вот этот народ, которые... Жертвы, которые понесли российская армия уже около, наверное, больше 50 тысяч с учетом вот этих последних боевых действий. И это огромная цифра для России. Я думаю, что российские народы, не русские народы, только именно российские народы, где больше всего, наверное, пострадало в этой войне, погибло людей, как бы начинают думать, за что они погибают, за что их посылают и почему все это так произошло. Это время сейчас наступает. Вот время думать наступает с исходом русско-украинской войны. Хорошо, спасибо. А я дам простой пример физически. Когда один тяжелый предмет стукается, а предмет не такой тяжелый, он сам получает увечья. Иногда разваливается. Пожалуйста, Гриша, продолжи. Спасибо. Я предполагаю, что очень скоро у нас будет союз. Возможно, Россия, США, Украина и другие страны, они объединятся вместе. Почему я так предполагаю? Потому что у нас психология, социология сейчас, она идет за интернетом. Интернет – это объединение всех, несмотря на барьеры. Мы все дружим в соцсетях и так дальше. И это объединение, оно, значит, через нашу молодежь, которые не представляют себя с барьерами, которые привыкли ездить друг к другу в гости совершенно спокойно. Я думаю, что у нас будет большое объединение, и мы все вместе начнем по заветам Илона Маска колонизировать Марс. Поэтому скоро мы с тобой, Сэм, будем делать об этом передачу, о колонизации Марса, решив на Земле все проблемы, соответственно, социального типа. Вот мой прогноз. Спасибо большое, но я категорически против. На Земле есть столько вопросов, нерешенных задач на сотни лет вперед. Я категорически против того, чтобы необразованные, неграмотные люди с дипломами и докторскими диссертациями лезли за пределы планеты Земля. Я на этом закончил. Владимир Спиваковский, человек, который занимается именно вопросами образования, вот чему надо учить современных детей. Мы сегодня затронули основополагающие базовые функции, обсуждали эти ситуации, правды, должна ли быть одна правда. Мы обсуждали с вами вопросы, связанные с прогнозированием моделей того, что будет. И ваш вопрос, Сэм, по поводу света, будет ли там свет в конце тоннеля, он тоже основополагающий. Мир так устроен, что в нем не может быть одной правды, одного света и чего-то одного. Вообще базовый закон философии – это закон первого порядка, закон необходимого разнообразия. Поэтому ни одной общей страны не будет в мире, не будет какого-то одного света. Я думаю, что в предстоящие лет 10-20 свет будет у каждого как в фонарике. У каждого свой свет. Вот сможешь организовать себе жизнь со своим светом? Молодец. Не сможешь – значит пострадаешь. А рассчитывать на то, что кто-то из за тебя там новое ВТО, новое ООН или там новое сообщество что-то сделает, я думаю, что это время уже ушло. Не похоже, что кто-то будет заботиться все равно о простых людях. То есть тут уже вступает в силу закон Парета, 20% людей будут обеспечивать и курировать всех остальных. А остальные будут просто живой массой. Спасение утопающих. Да, да, да. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Да, я думаю, что каждый должен проявлять свою силу, свой ум. И вот что он напридумает и сделает. Вот что сам сделаешь, вот то и будет твое. А ждать, что у тебя там налоги понесят, что у тебя кто-то будет заботиться о твоем благосостоянии, я думаю, что нет. Я не знаю, помните ли вы этот прекрасный французский фильм, «Кажется, мужчина и женщина», где две серии. В первой серии одни и те же события рассказываются от лица жены, а во второй серии тоже то же самое, но от лица мужа. И у них разное. Один и тот же автомобиль разного цвета. То же утро, там дождь или не дождь. То есть у каждого человека еще свое представление о том, в чем он живет. Это тоже накладывает закон необходимого разнообразия в то, что мы будем жить с вами в условиях постоянного шторма. Если Штиль – это 0 баллов, этого уже никогда не будет. Ураганный шторм – там 10-12 баллов. Мы будем жить при 4-5 баллах теперь все время. И это будет норм. Но я долгую жизнь прожил у моря. И когда смотрел морскую даль, всегда думал, мечтал был капитаном дальнего плавания. И мне пришла в голову такая... Мы сошлись с Владимиром на этом. Мы сделаем программу, как мы сошлись. Мы познакомились два дня назад. Он хотел быть капитаном первого ранга. Просто капитаном корабля, путешествовать по миру. Я хотел то же самое. Притом я никогда не на военном корабле. Я хотел просто на исследовательском корабле исследовать острова. И мы начали собирать в детстве марки. И так мы познакомились, да? Через марки. В филателию. Так вот, мы с вами, вот даже здесь 5 человек, и наши близкие, разные люди, жалуются на все. Жалуются на налоги, на войну, на смерти. Ну, короче, на все эти ужасы, которые нас окружают. И психологически это можно понять. А вот я думаю о капитане дальнего плавания. Он капитан. Вот у него корабль, там, 5000 людей вместе с матросами, да? И у него такие же, не гораздо, у него такие же ужасы. То на него акулы нападают, то пираты, то ураганы, то штормы, то еще бог знает что, да? А вы когда-нибудь слышали от капитана, чтобы он жаловался на пиратов, на акул, на штормы, на ураганы? Ничего подобного. Он ведет свой корабль от одного порта, место, откуда он выходит, до порта назначения. А потом разворачивается и плывет обратно. Поэтому, конечно, хорошо обсуждать с двух сторон. И факты, которые, ну, мы с вами, в которых мы с вами живем. Ну, и немножко пофилософствовать. Потому что из этих общих вещей, конечно, можно предугадать и ближайшее будущее. Оно будет очень неспокойно. Но шансы будут даны всем. Кто сможет, этими шансами воспользуется. Кто не сможет или не захочет, ну, будет уже там во втором эшелоне, в третьем эшелоне. Как-то так. Спасибо большое, Владимир. Я буквально два слова, и мы закончим. Еще очень важно, когда мы идем по дороге, и дорога, в общем-то, у всех одна. Она просто все время раздваивается, расстраивается. О том свете, о котором Владимир сказал, конечно же, свет он имеет 360 градусов. И очень важно, когда мы идем в темноте, и у нас в руках фонарики, у одних есть фонарики, у других нет. Они идут лбом, стукаются друг в друга. Деревья. Ломают ноги на этой дороге, да? На этой дороге жизни. И некоторые встают, некоторые уже встать не могут, ползут. Потому что они боятся встать, они ползут. А вот те люди, которые с фонариками, в данном случае они называют себя иногда оппозицией. Никакие они не оппозиция. Они просто с фонариками. Эти фонарики представляют собой их опыт, их образование. И вот они очень часто, вместо того, чтобы собрать эти фонарики вместе и осветить путь вперед, они этими яркими фонариками светят друг другу в глаза, чтобы ослепить друг друга. А большими прожекторами, это мое только что родилось, у меня только что эта идея на ходу. А пропаганда большими прожекторами. Гриша, не надо нам светить в глаза. А пропаганда большими прожекторами. Ты свети лучи за собой. вот там вокруг тебя люди, свети им, не свети нам глаза. Ты понял, да? А большая пропаганда, у них большие яркие прожекторы, и они ослепляют людей. А когда люди ослеплены, они им бьют по голове дубиной и говорят, они сами бьют людям по голове дубиной, вот те, кто ослепляют, говорят, это наши враги. А люди ослеплены, они не видят, кто их бьет по голове дубиной. Правда, интересная тема. И напоследок, послушайте, пожалуйста, Сейчас, одну секунду. Очень хорошая аналогия, большое спасибо. А когда светишь вам фонарик, я исчезаю, потому что фонарь меня перебивает. Вот так вот, видите, меня нет. Так, ребята. Я даю за светку камеры. Приготовились. Приготовились. Здесь вам не равнины, здесь климат иной, И тут ламинат назад, но и здесь... Как камнепадом. И можно свернуть, обрыгнуть, но мы выбираем крупный путь, опасный как военная тропа. 10 доли таких красоты чудес это прозороту струк на монумент тот камень что покой тебе подарил как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным и пусть говорят но нет никто не гибнет заряд так лучше чем от водки и отпрошу другие придут и в уют и непомерный труд пройдут с тобой непройденный маршрут нечего надеемся только на крепость рук и молимся чтобы страховка страховка наш опыт и наши мозги другим спасибо ребята это был экспромт вы меня на это натолкнули я вам честное слово говорю я не собирался это сделать и когда вы говорили у меня вот этот образ что вершина это мы ее видим достичь мы ее вряд ли в нашей жизни достигнем но мы должны подготовить новое поколение чтобы они достигнут хорошая концовка удачи сэм спасибо так прошла наша встреча 11 сентября 2022 года пожалуйста оставляйте комменты спасибо